Привет, друзья! Сегодня очередной воскресный день. Я снова выбрался на воркаут-площадку. Я нахожусь рядом с метро Войковская в Москве. Здесь вот скверики оборудовали когда-то очень давно площадочку для занятий. Очень приятно, особенно в летнее время, потому что здесь тенечек. Заниматься можно с комфортом. Конечно, состояние турников текущее оставляет желать лучшего. И это прямой упрек мэрии города, которая, один раз поставив это железо, дальше о нем вообще не думает. Разве что иногда бестолково красит, тем самым ухудшая даже его состояние. Но это все отдельные вопросы. Сегодня же я хотел рассказать вам о том, как правильно составлять свой рацион питания. То есть поговорим непосредственно о практике, о том, как рацион питания составляется. Потому что без составления рациона, без контроля за тем, что вы едите, сколько вы едите, добиться своих целей в плане похудения или набора массы будет очень сложно. Потому что фактически вы будете совершать какие-то действия в духе шаманских прыганий для призыва дождя. И иногда они будут совпадать, и вы будете получать результаты. Но гораздо чаще они не будут приводить ни к чему. Если вы хотите добиться результатов в чем угодно, первым моментом вы должны начать контролировать входящие перемены. То есть у вас есть формула, у вас есть входящие перемены, у вас есть исходящие переменные. И если вы все это контролируете, если вы видите связь, она может быть прямой, она может быть непрямой, она может быть обратной. Главное, чтобы она была, потому что тогда ее можно контролировать И вы получаете результат И сегодня мы рассмотрим это на примере питания Непосредственно будем формулировать рацион питания Но перед этим одно важное объявление С сентября месяца действие системы Честный знак Начинает распространяться также в обязательном порядке На майки, футболки, толстовки и другую одежду Которая продается в магазине WorkoutShop.ru И поскольку мы не будем заниматься бесполезной деятельностью по маркировке Мы решили полностью отказаться от этого направления Тем более, что сама по себе одежда магазину не приносила вообще никаких денег Они ее производили чисто, чтобы поддержать движ Чтобы был какой-то мерч с любимой символикой Поэтому до сентября магазин нужно распродать все те остатки, которые у него есть на складе И по этой причине объявляется большая распродажа со скидками в 50% Можете прямо сейчас заходить на сайт Пока еще большинство размеров есть в наличии Но они активно уходят и больше их не будет Так что успейте сделать заказ, оформить И получить одежду с любимым логотипом движения Street Workout Которая прослужит вам долгие годы После того, как уже ее будет нигде не найти Можете спросить у ребят, которые наши толстовки носят с 2013 года И они все так же дарят им тепло и комфорт на тренировках Ну а теперь возвращаемся к теме сегодняшнего ролика Тема составления своего рациона состоит из нескольких этапов На первом необходимо оценить свой текущий рацион Нужно почитать калорийность этого рациона Проверить его сбалансированность по белкам, жирам, углеводам и минералам И также оценить качество продуктов, которые вы потребляете Дальше вам необходимо определиться с направлением движения Хотите вы сбрасывать вес, набирать вес Или в принципе ваш вес устраивает И вы готовы держаться на том же самом уровне Следующим этапом будет внесение корректировок Если вы хотите худеть, надо уменьшать количество калорий Набирать надо увеличивать Ну а если сохранять, то можете примерно так же и питаться Затем, после того, как вы сформулировали свой новый рацион В течение 4-6 недель придерживайтесь его И проводите повторную оценку Как видите, ничего сложного Но давайте более подробно остановимся на каждом пункте И на практике посмотрим, как это все работает При подсчете калорийности своего текущего рациона Важно записывать абсолютно все, что попадает внутрь вашего организма Потому что люди очень часто забывают учитывать какие-то вещи И потом на бумаге у них получается 1 рацион А по факту они потребляют гораздо больше калорий Эта британская актриса была непреклонна в своей вере В том, что она ест очень мало Она записывала свои продукты Она считала калории У нее выходило в день 1100 килокалорий Исследователи взяли и посчитали ее рацион Отследили за ней И выяснили, что на самом деле Она ела 3000 калорий И когда она узнала об этом Это повергло ее в настоящий шок Вау, это довольно шокно При этом совершенно не важно, куда вы будете записывать все эти данные Вы можете пользоваться листочком, экселем Или специальными мобильными приложениями Благо, что их огромное количество Важно также не какое-то конкретное значение ваших калорий за 1 или 2 дня Нет, необходимо посчитать свой рацион за 1 или 2 недели И затем уже оценить среднюю его калорийность Да, самое сложное в этом процессе Это продержаться первые несколько дней Скрупулезно внося все, что вы потребляете Это тяжело Очень многие люди именно на этом моменте И бросают занятия всем этим делом Но если вы хотите похудеть Или набрать массу И чтобы это произошло гарантированно То без контроля за своим рационом Просто не обойтись Также важный момент заключается в том Что во время готовки В зависимости от того, как именно вы готовите тот или иной продукт Его калорийность может меняться И это нужно учитывать И не стоит забывать, что Та калорийность, которую производители указывают на упаковке Является лишь примерной Оцененной когда-то очень давно И взятой из таблицы Реальная калорийность продукта Зачастую на 20, а то и 30% выше, чем та Которую указывает производитель Если вы не хотите каждый раз считать калорийность порции того или иного блюда Вы можете использовать небольшой лайфхак Если вы будете использовать какие-либо контейнеры Например, стеклянные чаши Или те же стеклянные контейнеры Для определения размера порции То достаточно будет всего один раз посчитать калорийность этого контейнера То есть количество продукта Которое помещается в этот контейнер И затем, формируя свои порции с помощью этих контейнеров Вы будете сразу знать их калорийность Что очень удобно и практично После того, как вы определились с содержанием и калорийностью своего рациона Необходимо убедиться в том, что ваш рацион сбалансирован по белкам, жирам и углеводам В этом плане можно ориентироваться на рекомендации Всемирной организации здравоохранения Только важно смотреть, что вы используете данные либо для граммов Либо для непосредственно калорий Зачастую люди путают и получают неправильные соотношения При этом, однако, нужно учитывать, что данные рекомендации носят, собственно, рекомендательный характер Это ни в коем случае не догма, которой необходимо обязательно строго придерживаться А скорее как отправная точка, от которой вам и нужно отталкиваться А дальше все будет уже индивидуально При этом, помимо белков, жиров и углеводов В вашем рационе также обязательно должна быть клетчатка Рекомендовано ее количество 25-30 грамм И хотя она сама не переваривается, но она стимулирует моторику кишечника и улучшает пищеварение И, конечно же, минералы С калорийностью определились По макронутриентам, белкам, жирам, углеводам Также все сбалансировали И теперь встает вопрос о качестве продуктов Из которых вы, собственно, эти все строительные материалы для своего организма и получаете Специально для участников нашей бесплатной образовательной программы Мы составили подробнейший список с указанием всевозможных качественных источников Которые они могут использовать для формирования своего рациона Чем более качественным будет источник, тем лучше будет для вашего организма Теперь пора переходить к определению направления, в котором вы хотите двигаться Если ваш вес стабилен, то есть приход калорий примерно равен расходу калорий И вас эта ситуация устраивает То заниматься рационом дальше и не нужно Просто начинайте регулярно тренироваться, заниматься спортом Постепенно улучшать характеристики своего организма И вы увидите, как начнете меняться внешне Кстати, к этой схеме, которая также называется поддерживающая Вы будете возвращаться после циклов похудения или набора массы Где ярко выражен дефицит или профицит калорий Если вы хотите похудеть, то количество расходуемых калорий должно быть больше, чем количество получаемых Так обычно говорят Но в действительности правильнее было бы говорить, что количество получаемых калорий должно быть меньше количества расходов Это связано с тем, что даже самую интенсивную часовую тренировку с железом или на турниках и брусьях Очень легко заесть парой кусочков пиццы Поэтому в первую очередь вы контролируете то, сколько калорий к вам поступает А уже во вторую, сколько вы тратите Как только вы создаете дефицит, то есть начинаете потреблять меньше калорий, чем вы тратите Вы начнете худеть Других никаких вариантов не существует Это простой закон сохранения энергии, который работает абсолютно для любого человека в нашей вселенной И если вы не прогуливали в школе уроки по термодинамике, то отлично понимаете, почему это так Никаких, я хочу еще раз подчеркнуть, никаких вариантов, при которых человек на дефиците калорий бы не худел, не существует Чтобы вам там не говорили глупые диетологи Если человек говорит, что он практически ничего не ест, у него дефицит, но он при этом не худеет Ответ простой У него не дефицит Вот и все В части набора веса все абсолютно то же самое Чтобы у вас вес начал расти, необходимо создать профицит калорий То есть, чтобы количество поступающих калорий было больше, чем количество калорий, которые вы тратите И здесь также очень часто можно встретить сообщения людей о том, что они едят чуть ли не за семерых, но при этом никак не могут набрать Но если при этом спросить, ведут ли они дневник питания, записывают ли они все, что потребляют, считают ли калорийность своего рациона, то окажется, что нет И это возвращает нас к первому пункту Вы не можете управлять тем, что не измеряете И как только они начнут все записывать, то увидят, что они потребляют вовсе не так много калорий, сколько нужно для того, чтобы набирать вес Еще раз Закон сохранения энергии в этой вселенной работает абсолютно для всех Да, существуют другие вселенные, где он нарушается, но поверьте моему опыту, вы не захотите туда отправляться Я предлагаю разбить вес ваш рацион на три основные приема пищи плюс один дополнительный перекус И каждый из этих приемов будет состоять из четырех категорий, по каждой на основной тип продукта Это белки, углеводы, салаты и вода Размер каждой части, каждой категории продукта примерно равен размеру вашего кулака Это удобно, потому что всегда позволяет иметь вместе с собой способ измерить размер порции И также размер кулака будет пропорционален вашему телу А это значит, что определенная индивидуализация этого параметра тоже присутствует Если хотите иметь более точные цифры, то нужно будет взвесить получившуюся порцию и посчитать ее калорийностью Но зачастую в этом даже нет необходимости Для начала я бы рекомендовал питаться через равные промежутки времени Постепенно подбирая тот формат, который наиболее удобен именно вам Можно также менять порядок приемов пищи или делить приемы на большее их количество В зависимости от того, как вам больше нравится Но перед тем, как вносить какие-либо изменения, я бы рекомендовал начать со стандартной предлагаемой схемы Потому что для большинства людей она будет удобна и подойдет без каких-либо изменений Также обратите внимание, что в этой схеме нет абсолютно никаких ограничений по времени приему пищи Если вам нравится поздний завтрак или поздний ужин, то вперед Хотя, конечно, принимать пищу менее чем за час до начала тренировки Или менее чем за час до отхода ко сну я бы не рекомендовал Затем в течение 3-4 недель придерживайтесь нового рациона и следите за динамикой своего веса Также важно отметить, что в течение дня ваш вес может меняться Поэтому производить контрольное взвешивание необходимо в одних и тех же условиях каждый раз Для того, чтобы результаты были сопоставимы Посчитали калорийность текущего рациона? Получилось 2000 калорий Определились с целью? Решили немного похудеть? Вычли 10% из калорийности Теперь калорийность целевого рациона составляет 1800 калорий Распределили по белкам, жирам и углеводам, ориентируясь на рекомендации ВОЗ Например, 20% белка, 20% жиров и 60% углеводов Перелили все в граммы для удобства подсчета приготовки Потому что на продуктах состав пишут именно в граммах Получили 90 г белков, 40 г жиров и 270 г углеводов Начинаем тасовать свой привычный рацион таким образом, чтобы он вписывался в нужные ограничения по БЖУ Да, это получится не сразу, но за несколько итераций, я уверен, у вас все получится Размеры приемов пищи подбираются индивидуально Я исхожу из того варианта, когда они все примерно одинаковы Завтрак Мюсли с молоком Чай с сахаром И творог 8% жирности Обед Гречневая каша с вареной куриной печенью Редис и сладкий болгарский перец Хлеб пшеничный Чай с сахаром И творог 8% жирности Перекус Яблоко Ужин Плов Хлеб пшеничный Огурцы свежие Чай с сахаром С хлебом И медом Это рацион на один или несколько дней И подобные рационы можно составлять на периоды в одну-две недели При этом, конечно же, следя за разнообразием продуктов Это может быть сложно в первое время и при составлении первых нескольких рационах Но затем вы втянетесь и в дальнейшем сможете использовать подобные схемы Для того, чтобы уже не думать, что именно готовить на тот или иной прием пищи в тот или иной день Что очень удобно При правильном подборе всех перечисленных выше параметров Можно комфортно и размеренно худеть Ну или набирать массу Уменьшая количество жировой ткани, но сохраняя мышцы и здоровье в целом А вот перегибы, резкое уменьшение количества жиров или углеводов или белков Могут привести к плохому самочувствию и даже заболеваниям И главное, диета должна быть не только эффективной и удовлетворять чувство голода, но также гибкой и удобной для того, чтобы не мешать вам жить своей обычной жизнью и не нарушать социальное взаимодействие Поэтому вы можете спокойно добавлять в диету различные сладости и другие не очень полезные продукты, которые тем не менее важны для вашего эмоционального комфорта В заключении хочется обратить внимание еще раз на важность приемов пищи в одно и то же время, что способствует выработке рефлекса у организма Который способствует улучшению пищеварения и усвоению получаемой пищи Составление рациона это вовсе не так сложно, как может показаться на первый взгляд Я надеюсь, что после сегодняшнего ролика у вас не останется абсолютно никаких вопросов к данному процессу Но если вдруг они все-таки возникнут, пишите в комментариях и мы на них обязательно ответим Ну а если вам понравился этот ролик и вы хотите поддержать наш канал и нашу деятельность То ссылочка будет на нашу страницу на Boosty, где вы можете стать спонсором канала и поддержать нас финансово Мы будем очень вам благодарны за это С вами был Антон, канал Street Workout и увидимся в следующих роликах или на уличных площадках вашего города Пока!